Ненавижу! Ненавижу это всё! И тебя, и отца, и мать, и деревню эту, и ягоды! Пропади оно всё пропадом! Зоя пнула ведёрко, наполовину наполненное земляникой. Ведёрко опрокинулось, и часть ягод высыпалась в траву. Да что ты такое говоришь? Разве можно так? Собирай давай, смотри, сколько ягод рассыпало! Валя сплеснула руками и сурово глянула на сестру. Надоело! Зоя, скрипя зубами, принялась собирать землянику. Разве тебе самой не надоело? Тебе нравится такая жизнь? Нравится! Я люблю отца, тебя и нашу деревню. А о матери не стоит вспоминать. Всё ещё наладится. Вот увидишь. Я выучусь на фельдшера, а ты могла бы быть учителем. Будем работать здесь, в деревне, помогать отцу, людям. Дура ты, Валька! Огрызнула Зоя. За это тебя и ненавижу. Дура и терпила. И мать ненавижу, что бросила нас тут, в этой дыре. И отца за то, что приходится жить вот так. И глушь эту. Ни за что тут не останусь. «Перекуси язык!» — оборвала сестра. Зоя больше не отвечала. Раздувая ноздри, она продолжила собирать ягоды. Валя и Зоя были близняшками. Их мать Татьяна тоже не любила родную деревню. Выходя замуж за Степана, будущего отца Зои и Вали, она рассчитывала, что переедет в город. Родители Татьяны пили беспросветно. На дочим было наплевать. Кое-как, окончив девятилетку, Татьяна устроилась в местный магазинчик продавцом. Хозяин, несколько раз смерив взглядом Татьяну и пробормотав себе под нос «16, значит», на работу Татьяну принял. Но без трудоустройства. И с зарплатой чуть ли не в два раза меньше, чем у Татьяниной сменщицы, тетя Гали. Но для Татьяны это было лучше, чем наниматься на ферму в соседнее село, ходить за поросятами. Других перспектив для несовершеннолетней девчонки без образования не было. Степан приехал в деревню хоронить тетку, от которой ему в наследство остался добротный домик. Там и познакомились, в магазине. Татьяне было тогда уже девятнадцать, Степану почти тридцать пять. Работящий, веселый, но для Татьяны главным было, что городской. Татьяна кокетничала, Степан влюблялся все больше, долго не тянул, предложение сделал быстро. Татьяна согласилась не раздумывая. Но оказалось, что Степан влюбился не только в Татьяну, но и в осенние туманы, какие стоят в деревне в пять утра, когда природа только-только начинает просыпаться. В звездное небо, до которого, кажется, рукой подать, таких звезд в городе не увидишь. В запах земли после дождя и даже в свежие куриные яйца, которые покупал у соседей. Поэтому Степан возьми, да и реши продать городскую квартиру и прикупить соседние пустующие десять соток земли, куриц, уток, пару поросят и пяток козочек. Устроился дежурным переезда сутки через трое. Платили немного, зато оставалось время на огород и хозяйство. Татьяну такой поворот событий не порадовал, но Степан этого не заметил. Ему казалось, вот оно настоящее, простое счастье. Не хватало только деток. Вскоре и этот вопрос разрешился. Татьяна родила двойню. Степан нарадоваться не мог своим девочкам. Так он называл жену и дочек. Но когда девчушкам было по три года, Татьяна сбежала, прихватив отложенные семейные накопления и оставив записку для мужа с просьбой простить и не искать. Степан искать даже не пытался, да и никогда в последующем даже в мыслях жену не винил. Таков стало быть выбор. Первое время тяжело Степану пришлось. Девчушки маленькие, за ними глаз да глаз нужен, а без работы и хозяйства пропадешь. Как все успеть? Благо тут соседи выручили. Пожилые уж. Дети давно в город перебрались. Внуки подросли. Даже на лето не приезжали. Вот и приглядывали в отсутствие Степана за сестренками, да хозяйством. Степан благодарил чем мог, молоком, яйцами, мясом. Когда ж был не на работе, все время проводил с дочками. Приучал помогать по хозяйству. Брал с собой в лес, на реку. Учил с детства видеть красоту и гармонию природы, находить радость и счастье в простоте жизни. К семи годам сестренки были уже маленькими хозяюшками. Могли сами и уборку осилить, и обед нехитрый приготовить, и корм скотине дать, и коз подоить, и с сорняками и поливкой в благороде управиться. Только Вале все эти хлопоты были даже в радость, а Зоя делала все с линцой. Неохотно. А матери девочки, конечно, спрашивали. Поначалу не понимали, что она их оставила. Когда поняли, Валя подумала, наверное, мама была не очень хорошей, если бросила такого хорошего папу и таких хороших нас. А Зоя подумала, наверное, есть в жизни что-то лучше и интересней, чем деревенские куры, раз мама в поисках этого лучшего оставила семью, могла бы взять с собой хотя бы детей. В школе Валя училась старательно. Она уже мечтала стать врачом, только еще не решила, ветеринаром или обычным. Зоя на учебнике и тетради смотрела с тоской, хотя была далеко не глупой и имела живое воображение. Воображение и переносила ее в радужные замки, где она была принцессой. А принцессы не доят коз и не собирают колорадских жуков. Принцессы красуются на балах в нарядных платьях и выслушивают комплименты принцев. С возрастом дворцы в мечтах превратились в дома на берегу моря, а принцы – в известных певцов и артистов. Все это Зоя видела по телевизору. О такой жизни она мечтала. К пятнадцати годам она тихо ненавидела деревню и хотела поскорее окончить школу и уехать в город. Своими мечтами она не делилась даже с сестрой, глядя, как Валя радуется, что молодая несушка наконец-то снесла первое яйцо. Зоя думала – деревенщина, такой и останется, у меня все будет по-другому. Отец понимал, как важно дать дочкам хорошее образование и уже давно начал откладывать деньги. Прикупил еще коз, научился делать домашний сыр, творог, масло. Раз в несколько дней ездил на дальнюю станцию продавать овощи, раннюю зелень, яйца, молочку, сало, грибы и ягоды, которые собирали в лесу. Все работники станции Степана знали, поэтому торговать разрешали, да и сами были постоянными покупателями. Степан не жадничал, своим делал хорошую скидку. Валя еще маленькой старалась помочь отцу и в этом. На каникулах и в выходные ездила с отцом. Тогда покупателей среди проезжающих было еще больше. Улыбчивая девчушка, помогавшая отцу, вызывала у людей умиление и сочувствие. Валя не думала о том, что людям ее жалко. Она радовалась, что торговля идет бойко. Зое в душе было стыдно за отца и сестру. На станцию она никогда не ездила. Когда сестрам исполнилось по шестнадцать, со Степаном случилось несчастье. Он возвращался из леса с ведерком земляники. День был жаркий. То ли тепловой удар, то ли другая причина. Но Степан потерял сознание, переходя железнодорожные пути, недалеко от того переезда, где и работал. Падая, ударился головой о рельсы. Пришел в себя, когда поезд был уже близко. Это еще хорошо, что Степана отбросила в сторону, а не затянула под состав. Остался жив, но лишился правой ноги. Работать Степан больше не мог, да и хозяйство держать тяжело. «Справимся», — твердила Валя отцу. «Мы с Зоей взрослые уже». «Вам учиться надо», — спорил с ней Степан. «Выучимся на заочном», — успокаивала Валя. Они продолжали ездить на станцию торговать. Только теперь подвозил их туда сосед. Валя ездила с отцом. Загружать машину помогала и Зоя. На станции же Валя таскала тяжелые ведра и коробки сама. Так прошел год. Девочки сдавали экзамены и готовились к поступлению. Валя уже точно решила стать врачом. Пожилому местному фельдшеру справляться одному было все тяжелее, а свежие кадры ехать сюда не рвались. Зоя о своих планах молчала. В этот день, когда она высказала все сестре, Валя потащила ее собирать землянику на продажу. Дособирали ягоды и возвращались домой молча. На следующий день Валя с отцом поехали на станцию. Зоя осталась дома. Когда Валя и Степан вернулись, Зои дома не было. Не было также ее вещей и денег, тех, что откладывал отец. На звонки Зоя не отвечала, прислала только сообщение, очень похожее на записку матери, с просьбой не искать и не очень искренними извинениями. Степан первое время ходил мрачнее тучи. Как же так? Что он упустил в воспитании дочери? Все рвался подать в розыск. Валя останавливала. Деньги закончатся и прибежит, говорила она, очень злясь на сестру. Через два месяца Вале исполнилось восемнадцать. Зои тоже, но семья до сих пор не знала, где она. Иногда Валя писала сестре сообщение. Узнать же Вале, здорово. Зоя отвечала сухо, что у нее все хорошо. Как совести хватает так поступать с отцом, писала Валя. Зоя не отвечала. Объявилась Зоя почти через полтора года. К этому времени Валя уже училась на втором курсе, заочно. Не на врача, как хотела, но выбора не было. Она как раз была на сессии. Уезжая, она всегда волновалась за отца, звонила каждый день и очень удивилась, когда однажды, отвечая на звонок, отец рассказал, что Зоя вернулась. Она все осознала, просила прощения и прочее, чему отец был очень рад. «Ну и задам я ей», подумала тогда Валя. Но вернувшись, глядя на исхудавшую и жалкую, как бездомная собачонка, сестру, Валя решила дать Зое шанс. Зоя как будто и правда одумалась, охотно помогала по хозяйству и обещала восстановиться в школе, чтобы сдать экзамены и все-таки получить аттестат. Но не торопилась это делать. А через пару месяцев Валя заметила, что Зоя не только набрала вес на домашней еде, но и сильно округлилась в районе живота. «Семь месяцев уже», призналась Зоя. «Где же отец?» Валя сдвинула брови. «Был, да сплыл», огрызнулась сестра. А через два месяца родила мальчика. Назвали Костей. Отчество записали по деду Константин Степанович. Мальчуган был таким славным. Степан был очень рад внуку, а Вале племяннику. Зоя же, казалось, особой любви к сыну не испытывала. Никогда не говорила с ним ласково, не сюсюкало. Даже лишний раз на руки не брала. И очень злилась, когда Костик плакал. Ночью не вставала к кроватке, пока Валя не приносила ревущего мальца матери, чтоб покормила. «Ты не любишь сына?» прямо спросила Валя, когда Костику исполнилось три месяца. Зоя молчала. «Уезжай, если не готова подарить ему счастье. Мы сами Костика вырастим». Валя сверкнула глазами. Зоя не отвечала, отведя свои. Ночью Валя слышала, как Зоя собирает вещи и, крадучись, выходит из дома, но не стала останавливать. Вместо этого пошла на кухню кипятить молоко. Костик скоро проснется. Нужно, чтобы молоко успело поостыть. Десять лет спустя Костик шагал по дорожке в сторону реки. Мальчишка нес две удочки, складной стульчик и кое-что еще из рыбацкого снаряжения. «Дед, давай быстрее, а то утренний клев пропустим!» поторапливал он в предвкушении улова. «Иди, иди, я догоню!» Степан ласково глядел на внука, ковылял следом на своих костылях. Он любил вот такую утреннюю рыбалку с внуком и очень гордился, что Костик после первой рыбалки еще в шесть лет сам догадался брать для деда с собой складной стул. «Мам!» позвал Костик с порога, когда они с дедом вернулись с уловом. «Дай скорее большую банку, я туда рыбку посажу, пусть Ксюшка поглядит!» Это он только сегодня придумал принести домой живых рыбешек и опустить прозрачную банку, чтоб младшая сестренка полюбовалась. Ей уже почти восемь месяцев, глазища такие большие и умные, не говорит еще, но видно, что все-все понимает, а живых рыб еще не видела. Мама, смеясь, принесла банку. Ей понравилась выдумка Костика. Ксюшка сидит в своем высоком стульчике и улыбается, глядя на рыбку. Костик тоже рад, и мама рада, и дед. Папу бы тоже был рад, но он на работе. Десять лет назад Степан уже не пытался снова найти Зою. Понял, что бесполезно. Лучше потратить силы на внука и вторую дочь, на плечах которой добавилась забот. Помогал как мог. Валя взяла Академ и восстановилась, когда Костику исполнилось четыре. Дед потихоньку справлялся с шустрым внуком. Однажды на станции, куда они ездили торговать теперь втроем, к Вале подошел молодой машинист. Она давно заметила, как он поглядывает на нее. А Сергей заметил Валю в первую же поездку по маршруту, но не решался подойти, думая, что она замужем, судя по Костику. Потом уже издали разузнал о семействе местных коллег. Постепенно взаимная симпатия переросла в прочные отношения. Сергей часто приезжал в гости к Вале и ее семье. Всегда старался помочь и с удовольствием возился с Костиком. В одну из таких поездок Вале позвонили. Она несколько минут разговаривала с кем-то на кухне, а когда вошел Сергей, сидела белее снега. Мама Костика умерла, сказала Валя и заплакала. Тут она и рассказала Сергею всю правду, а звонила, как оказалась одна из приятельниц Зои. Зоя просила вам позвонить, если что случится. Ну вот, случилось. Умерла она вчера от передоза. Нам ее хоронить не на что, говорил затуманенный голос в трубке. Что молчите, заберете или нет? Заберем. Где? Наконец, ответила Валя. Сергей помог все уладить. Валя решила, что отцу лучше не знать. У него и так начало пошаливать сердце. А для Костика мамой всегда была только она. Через полгода Сергей и Валя поженились. К тому времени Валя окончила колледж и начала работать. На станцию торговать больше не ездили. Часть хозяйства распродали, для семьи хватало. Потом родилась Ксюша. Вот и наш дом, полная чаша. Улыбалась Валя отцу. Они сидели на кухне и пили чай. Во дворе Костик помогал отцу устанавливать новую качель. Ксюша внимательно наблюдала, сидя в коляске. Да, улыбнулся в ответ Степан. Потом вздохнул, посмотрев в сторону. Валя поняла, о чем он думает и накрыла его большую ладонь своей. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин